Эта ящерица обладает поистине удивительной регенерацией. В отличие от своих собратьев, Аксолотль умеет заново отращивать не только свой хвост и конечности, но даже сердце и мозг. Утконос способен на расстоянии учуять электрические импульсы в мышцах жертвы, что очень помогает ему охотиться. При этом утконос закрывает глаза, уши и нос, полагаясь только на свое шестое чувство. Вряд ли кто-нибудь из нас когда-либо хотел быть таким же сильным, как навозный жук. А зря! Этот жук способен толкать комки навоза, которые превышают его собственный вес в 1141 раз. Если бы люди обладали такой же силой, то человек весом в 90 килограмм смог бы в одиночку толкать целых 12 школьных автобусов. Еще одна ящерица лапки, которые покрыты микроскопическими волосками, настолько тонкими, что они формируют связь с поверхностью на молекулярном уровне. Эти волоски позволяют геккону карабкаться по полированному стеклу со скоростью около метра в секунду, висеть на потолке на одном пальце и, при массе в 50 грамм, удерживать на своих лапках вес до 2 килограмм. Эта обитающая на дне моря ракообразная является настоящим рекордсменом по скорости удара. Рак-богомол может наносить по 15 ударов в секунду. Скорость настолько высока, что создает ударную волну, способную ошеломить или даже убить жертву. Благодаря наличию специальных органов электрический уголь способен генерировать электричество. Сила заряда может составлять 600 вольт. Этого достаточно, чтобы зажечь 10 60-ваттных лампочек или убить человека. Этот вид осьминогов знаменит своим защитным механизмом, способностью изменять собственную форму, размер и цвет, имитируя внешний вид других организмов. Всего более 15. Многие из нас бесспорно мечтают вернуть себе молодость. Медузы же обладают способностью к самоомоложению. Достигнув определенного возраста, они возвращаются к своему прежнему состоянию. Процесс может повторяться бесконечно, так что медузы практически бессмертны. Очередной жук, и на этот раз стреляющий токсичными фаерболами. У жука-бомбардиры есть специальные железы, отвечающие за создание токсичной и очень горячей жидкости, по температуре, достигающей до 100 градусов Цельсия, температурой кипения. Жук стреляет этой жидкостью из своего брюшка, по окончании стрельбы оставляя подобие дымового шлейфа, пар от кипящего флюида, отчего брюхо напоминает пулемет гатлинга. Еще одно ракообразное, на этот раз с клешнями, и его клешни настолько мощные, что шум, создаваемый при щелчке, громче, чем сверхзвуковой хлопок, а пузырь, также создаваемый щелчком, нагревается до 4726 градусов Цельсия, температуре поверхности Солнца.